Аббас Галямов, политолог, политтехнолог, к нам присоединяется. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Скоро год, как полномасштабная война, и буквально с самого начала полномасштабного российского вторжения мы в этой студии то и дело говорили о том, что, возможно, будет переворот в Кремле, будет бунт путинских элит, которые не хотят воевать, или устали от войны, или санкциями недовольны. Даже говорили о проекте «Приемник». Но почти год прошел, и ничего из этого не произошло. Почему? Ну, такие вещи быстро не делаются. Надо понимать, что Путин на протяжении почти четверти века консолидировал свою власть. Он тщательно вычищал элиты, и все более-менее способные к сопротивлению, но там они не выжили, их там нет. Они либо в лучшем случае где-нибудь в Европе, либо они в лагерях, либо уже похоронены. И поэтому, конечно, война стала шокирующим событием. И в тот момент много было прогнозов относительно того, что все это быстро закончится, потому что не может такое безумие твориться долго. Но наиболее опытные, трезвомыслящие аналитики, в общем-то, они предрекали, что это не случится в одночасье. Значит, элиты недовольны. Недовольство крепнет, это правда. Но между настроениями и действиями, особенно в авторитарном государстве, лежит пропасть. Ты можешь сколько угодно быть недовольным, но если ты не веришь в то, что ты способен победить диктатора в противостоянии с ним, ты не выступишь против него элиты. Если люди очень рациональные, циничные, трезвомыслящие, они, знаете, как сейчас там, они друг на друга все смотрят и ждут, кто первый начнет. В некоторых случаях даже, так сказать, может, плечом подталкивают, кивают головой, но при этом ничего не произносят. Потому что каждый из них боится, что его заложит собеседник, называя вещи своими именами. Понимаете, чтобы организовать переворот, нужно, чтобы люди, которые его будут организовывать, обладали каким-то минимальным доверием друг по отношению к другу. А российские элиты в высшей степени, ну вообще российский социум, это вообще для россиян, строго говоря, вообще для любых авторитарных обществ это характерно. Для россиян это характерно в очень большой степени, и для российских элит в еще большей степени. Это очень атомизированное общество, это общество с минимальным уровнем доверия людей друг к другу. Это не то, чтобы кто-то придумал, это регулярно подтверждается различными культурными социологическими исследованиями, которые измеряют уровень межличностного доверия во многих странах. Россия всегда во второй половине, сильно ближе к хвосту списка в этой части находится. Вот, и если эти настроения распространены в среднем обществе, то они еще в большей степени, понимаете, сконцентрированы в элитах. Поэтому каждый из них привык, что никому доверять нельзя, что всегда все, что я скажу, вот как в американских фильмах, может быть использовано против меня, как американские полицейские говорят в кино. И поэтому они, собравшись вместе, они могут друг другу улыбаться, подмигивать, кивать головой, но произнести какие-то роковые слова, что типа старика надо свергнуть, ну это страшно. Может согласятся со мной и тогда свергнем, а может побегут и меня в Пригожину отдадут. Я думаю, Пригожин вот по своей кувалдой, он прямо специальный проект курирует такой вот в глазах Путина. Путин потому и позволяет творить то, что он творит, именно потому что Путин боится заговора. И смысл в том, чтобы вот у представителей элит, у которых появится только мысль, появилась о том, что заговор надо организовать, Путина свергать его надо. И тут же, значит, элиты, чтобы холодным потом начали покрываться при одной мысли об этом, чтобы прицали просто рожу Пригожина с его кувалдой и все. Значит, именно поэтому я давно прогнозирую, что первой формой нелояльности с их стороны будет все-таки не попытка свергнуть Путина, они просто попытаются его уговорить реализовать проект «Приемник». Вот. Я, когда писал доклад по теме «Приемника» в сентябре прошлого года, я прогнозировал, что весной 2023 года все может случиться. Я исходил из того, что, значит, к марту станет понятно, что провалился путинский план заморозить Европу. Дело в том, что вот Кремль сделал большую ставку очень на эту составляющую. Вот, знаете, когда выяснилось, что победить Украину на поле боя не получается, то где-то вот в середине лета, значит, в начале лета, в середине лета там была полная растерянность. А потом, ближе к концу лета, оформился другой проект. Ну, окей, газ – наше главное оружие. Так сказать, если на поле боя нам не повезло, то наш главный союзник, значит, как известно, мороз воевода. И поэтому вот сейчас зима придет, и мы, так сказать, посмотрим, кто кого. И вот раньше этого я как раз и исходил из того, что вот пока не станет понятно, удастся Путину это сделать или не удастся, элиты не начнут шевелиться, они будут сидеть и ждать результата. Повторюсь, потому что рисковать, ну, страшно. Надо, чтобы вот страх перед, условно говоря, революцией, перед Гагой стал сильнее, чем страх перед Путиным и перед Пригожиным. Понимаете, Путин, вот он рядом, Пригожин, вот он рядом. Между ними и элитами, между вот Пригожиным и Путиным с одной стороны, элитами с другой стороны, ну, там, надо понимать, у Путина ФСБ, Следственный комитет, значит, СИН со швабрами там, вот. Между ними и элитами ничего нет, у них нет никакой защиты. Да, а между элитами и Гагой пока еще Путин и все, Минобороны. Да, появились сомнения, там, большие сомнения в том, что и Минобороны молодцы. И Путин понимает, что он делает. Вернее, сомнения эти уже превратились почти в уверенность, что все идет не туда, куда надо. Но оно когда туда еще дойдет? А если я сейчас начну действовать, так меня прямо сейчас действия приходят, понимаете? Вот буквально через неделю. И все, и вот как там у Гамлета, так всех нас в трусах превращает мысль. Вот люди просто боятся и все, вот банальное объяснение. Да, то есть, если за год решительности у путинских элит не прибавилось, то на протяжении этого года мы все могли с удивлением наблюдать за тем, как дно пробивается все дальше и дальше в безумных идеях, высказываниях непосредственно кремлевской верхушки. Из последних, да, это пресловутая речь Путина на годовщине, на одной из годовщин в Волгограде, которые там на день традиционно переименовали в Сталинград, о том, что снова, дескать, немецкие танки-леопарды идут на Россию, при том, что танки-леопарды начали производиться в ФРГ в 1965 году, через 20 лет после победы во второй мировой, окончания Второй мировой войны, да, как таковой. Шойгу, отчитываясь о результатах спецоперации, сказал, что Соединенные Штаты Америки, их союзники позволили Украине отнимать у России ее территории. Где, кто, когда это говорил, тоже как бы, естественно, не приводятся источники, да, но я вот о чем думаю. И Шойгу, и Путин это все же читают с листочка, то есть мы можем представить, что вряд ли они там от А до Я, от первого до последнего слова пишут эти спичи. Аббас, слушайте, ну кто-то же это пишет, кто? Да, давайте я вам объясню, что там происходит. Недалее как месяц назад Пригожин два раза подряд наехал, вот прям слово подходит очень грубо, потому что это выглядело публично, уже на администрацию президента. Это для российской политической системы, ну прям шок. То есть Кремль на протяжении всех вот там 23 лет, что царствует Путин, но это сакральное место, это цвета и святых, это главный инструмент, с помощью которого Путин управляет российской политикой. И, значит, Пригожин говорит, ну первый раз, окей, там, он просто обвинил Кремль в том, что там, значит, они заказали против него пиар-компанию, там, в Телеграме, дискредитирует Дескопригожина, а потом через какое-то время, хотя раньше и такое не позволялось, да, даже таких обвинений, ну, представитель Навальный, понятно, мог, поэтому Навальный, он, то, значит, ему новичком там, то он в тюрьмах, да, а те, кто на свободе ходят, они не могли себе такое позволить в адрес Кремля. И тут вдруг он говорит, значит, они против меня черную пиар-компанию заказали, но это бог с ним. А дальше-то он еще дальше идет, он через неделю или две говорит, там полно в Кремле, значит, прямо в администрации президента американских агентов, которые спят и видят, чтобы Америка победила Россию, но им это не повезет, и вообще мы к ним скоро придем с кувалдой по своей. Да, то есть прямая угроза сотрудников администрации президента. И ни руководство администрации, ни сам Путин, так сказать, его не одергивают. Да, и что происходит в администрации? Ну, там же чиновники, они привыкли вот нос по ветру держать. Да, они понимают, что Путин дал добро на такое даже. Да, ну, то есть по каким-то причинам, в всяком случае, не возражают. Вот он тренд. Они потому там и сидят, потому что они сделали карьеру, потому что каждый из них вот умеет улавливать тренды. Они это делают гораздо лучше, чем любой из нормальных людей. Вот, и вот они уловили, вот он тренд. Ну, там много индикаторов, которые демонстрируют этот тренд. Но этот прям последний. Значит, и после этого каждый из них, ну, они не враги себе. Они, может, люди здравомыслящие. Ну, вернее, точно, слушайте, я же знаю, я сам там работал. Ну, в здравом умеет реже памяти, так сказать, находясь. Никто из, ну, подавляющее большинство из тех, кто там работает, такую чушь не напишет, о которой вот вы начали говорить. Но, ну, и они бы не санкционировали этого, да? Но в нынешней ситуации, когда тренд другой, ну, там же действует принцип «ты начальник, я дурак». Значит, соответственно, раз начальник такой тренд задал, то кто мы такие, чтобы с этим спорить. Поэтому они даже вот на своих внутренних совещаниях, а там беспрерывные решения принимаются вот по итогам совещания. Там беспрерывная череда совещаний идет. И, значит, и на этих совещаниях вот здравомыслящие люди, они просто перестают озвучивать здравые и трезвые решения, потому что, ну, они же знают, что нет спроса на это. Просто на противоположное. Условно говоря, принимают решение, там, наступать или не наступать. Проводить вторую волну мобилизации – не проводить. Закрывать YouTube – не закрывать. Сажать там очередного оппозиционера – не сажать. Вносить законопроект о конфискации имущества – не вносить. Дать добро, чтобы какой-нибудь депутат там озвучил призыв к расстрелам – не давать. И раньше решения принимались более-менее оптимально, исходя из, ну, по крайней мере, трезвой мысли присутствовала. А сейчас, значит, что я буду трезвые мысли вносить, если меня за это кувалдой могут оприходовать? То есть нет спроса у начальства на трезвые мысли. Поэтому из всех решений, которые сейчас там обсуждаются, из всех вариантов, которые теоретически имелись бы, всегда будут выбираться, значит, какие-то безумные, наиболее радикальные. Просто потому, что никто не будет вносить и отстаивать умеренных вариантов, поскольку тренд сверху задан на безумие. Понимаете, вот как это происходит. Абас, скажите, а вот про мобилизацию вы вспомнили? Почему Путин не решается объявить официально вторую волну мобилизации? Ну, потому что первая волна, конечно, дорогая ему обошлась с точки зрения общественного мнения. Именно после нее оформилось окончательное доминирование запроса на мир, над запросом на продолжение войны. Если до этого эти тренды... Ну, то есть вначале доминировал тренд, весной, условно говоря, давать воюем до полной победы. Раз они такие, раз они сопротивляются, то, значит, надо до полной победы. А весной, ой, извините, летом, когда стало понятно, что полной победы не пахнет, была такая растерянность. И ближе к сентябрю, значит, вот эти количество людей, которые говорят социологам, лучше переходить к мирным переговорам, сравнялось с количеством людей, которые говорят, нет, надо продолжать боевые действия. А, значит, после мобилизации, там взлет резкий произошел сторонников мирных переговоров. Значит, к октябрю, когда вот мобилизация во всю шла, число сторонников мирных переговоров поднялось почти до 60, там 58, если не ошибаюсь, плюс-минус один. И число сторонников продолжения войны, войны до победного конца, упало до 34-35 где-то, ну, или 36 максимум, да, вот плюс-минус. И, значит, то есть двукратный почти перевес уже возник. Потом, когда мобилизация прекратилась, вот эта волна спала, начиная где-то с ноября-декабря, в ноябре началась коррекция в обратную сторону, и в декабрю она устаканилась и где-то в районе, не где-то, а точно, прям круглые цифры, поэтому я запомнил, 50 за мирные переговоры, 40 за продолжение войны. Вот, это последние цифры из обнародованных. Значит, видите, как мобилизация действует? Да, как только мобилизацию объявляют, люди все становятся за мир. Значит, если мобилизацию прекращают, то есть, что люди, значит, частично снова возвращаются, частично, не полностью, частично возвращаются в лагерь сторонников войны. Во всяком случае, они, конечно, не стали твердыми сторонниками, но, в принципе, как бы, окей, пусть воюют, раз меня не касается, да. Соответственно, если сделаешь новую волну мобилизации, опять будет взлет, причем уже с новой позиции. Если раньше взлет был с позиции, условно говоря, 35, то сейчас он будет с позиции 50 уже. Да, и он, условно говоря, взлетит. Если такой же сильный взлет, как во время первой волны будет, а вполне возможно, он будет такой же, то взлетит уже там под 80 будет запрос на мир. Понимаете? Ну, нельзя своими руками разрушать базу поддержки войны. То есть война станет быстро непопулярной, а непопулярная война рано или поздно заканчивается революция. Если не сразу в моменте, да, потому что люди боятся, понятно, то в момент, когда там ты потерпишь военное поражение, и все увидят, что ты ослабел, но тогда тебе реально грозит судьба Николая Второго. Сори, но Россия это уже проходила. Поэтому Путин понимает, что мобилизация – это хорошее только с одной стороны, с тем, что у тебя появляется свежее мясо для использования его на фронте. А с политической точки зрения это повышает риски. И поэтому он не горит желанием, он взвешивает, вот он на две чаши весов, и он постоянно взвешивает. Где больше плюсов, где минусов. Пока, видите, он исходит из того, что все-таки политических минусов, политические минусы перевешивают, значит, военные плюсы. Может быть, в какой-то момент военные плюсы перевесят, и тогда волна будет. Скорее всего, будет, потому что надо понимать, при всем том, что Путин не хочет рисковать, так сказать, революции и потерей популярности, но для него поражение в войне, смерть неподобная. Поэтому, конечно, когда вот на кону встанет, ну, либо я делаю мобилизацию, и тогда еще я сохраняю шанс на победу, либо я мобилизацию не делаю и гарантированно проигрываю войну, тогда он, конечно, отбросив все внутриполитические риски, закрыв на них глаза, все-таки мобилизацию сделает. Но пока до этого не дошло. Спасибо. Да, Вас, спасибо большое. С Аббасом Галявым, Галямовым политтехнологом и политологом поговорили о настроениях в Кремле и о том, почему Путин боится объявить второй волне так называемой частичной мобилизации.